Длинные новогодние каникулы позади. Как показывают опросы, несмотря на морозную погоду, россияне в этом году уделили немало внимания не только Новому году, но и празднику Рождества Христова. Например, в нашем регионе прошли традиционные рождественские мероприятия в Тверской епархиальной православной школе и в Вознесенском Оршинном монастыре. Премьеры новых спектаклей в Рождество Христова стали доброй традицией в Тверской епархиальной школе. В прошлом году юные артисты представляли постановку «Морозка». Эта сказка была показана на дне Тверской области в рамках Международной выставки России на ВДНХ. В создании рождественских постановок были задействованы участники школьной филармонии Лира, среди руководителей которой представители детской школы искусств номер один имени Модеста Мусоргского. Сказка наша называется «Сказка о рыбаке и рыбке». Это в год юбилейный Александр Сергеевич Пушкин. И почему она, потому что в этом году я была в поездке по пушкинским местам и вот настолько вдохновилась вот этими пушкинскими сюжетами, в очередной раз влюбилась в этого поэта. И сказка о рыбаке и рыбке, она как-то нам всем очень глянулась. Вот. И поэтому мы её взяли. Помимо школьной филармонии в образовательном учреждении реализуется ещё ряд проектов в сфере культуры и искусства. Это социальная программа «Детский театр. Играем, учимся, растём». Ежегодный всероссийский медиафестиваль «Маряна». Фестиваль «Рождественская звезда» для детских самодеятельных коллективов. Анна Абакумова сыграла в спектакле «Сказка о рыбаке и рыбке старуху» и поделилась своими эмоциями. Это сложный образ достаточно, потому что нужно играть вредную роль, вот, и это сложно. Ну, мне это нравится, у меня хороший слух, я хорошо умею играть роли, мне нравится. В Вознесенском Оршинском монастыре светлый праздник Рождества Христова воспитанница православного детского социально-реабилитационного центра «Родник» во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского подготовили праздничный концерт. Школьникам вручили подарки от губернатора Игоря Рудени и митрополита Тверского и Кашинского Амбросия.